В этом видео мы с вами расскажем о сканере на наличие уязвимости на удаленных машинах. Эта программа называется OpenVAS. Она является программой с открытым кодом и распространяется абсолютно бесплатно. Поэтому давайте установим на компьютер нашу программу и попробуем разобраться, как она работает. Для начала выполним команду apt-update. После этого мы запускаем команду на установку программы из репозитория Kali Linux. После того, как программа была установлена, нам необходимо ее инициализировать и настроить. Поэтому запускаем команду OpenVAS Setup и ждем окончания настройки программы. Итак, OpenVAS у нас успешно установлен. Автоматически был создан пользователь admin, как вы видите, и был сгенерирован случайный пароль. Поэтому я рекомендую вам записать этот пароль, чтобы не забыть, потому что он нам еще пригодится. После этого система автоматически запустит браузер. Для того, чтобы подключиться к серверу, вам необходимо набрать следующий адрес. Так как он у нас установлен локально, то набираем адрес 127.0.0.1 и обязательно указываем порт. В данном случае это 93.92. И переходим на страницу сервера. Поэтому вводим имя пользователя, в данном случае admin. Теперь скопируем пароль. И вставляем его. И у нас отображается следующая панель, которая называется Dashboard. Итак, если вы хотите поменять пароль, то советую вам перейти в меню Administration, Users. И здесь вы видите одного пользователя. В данном случае это admin. Чтобы изменить пароль, здесь имеется следующая иконка, которая называется Edit User. То есть редактировать настройки пользователя. И здесь указываем новый пароль, New Password. Ну, например, я укажу новый пароль Admin. После этого достаточно нажать на кнопку Save. И новый пароль будет сохранен. Существует и второй способ, как можно поменять пароль данного пользователя. Если вдруг вы забыли сразу поменять и не записали, либо потеряли случайно сгенерированный пароль, то для этого существует следующая команда. Она называется OpenVAS MD. И здесь мы указываем пользователя. User равняется admin. Указываем следующую опцию, которая называется New Password. И здесь мы указываем наш новый пароль. Ну, допустим, пусть будет admin. Нажимаем Enter. И пароль наш изменен. То есть вот таким вот образом вы можете работать с программой OpenVAS. OpenVAS позволяет проводить сканирование с помощью браузера, то есть через графический интерфейс. А также имеется возможность проводить сканирование и через командную строку. После того, как вы завершили работу с программой OpenVAS, необходимо остановить сервер. Поэтому сервер останавливается командой OpenVAS Stop. Теперь, если вы снова захотите запустить программу OpenVAS, то для этого вам необходимо запустить сам сервер. Сервер запускается командой OpenVAS Start. Таким образом у нас сервер запущен. Автоматически открывается веб-браузер, где вы можете ввести имя пользователя и пароль. А на этом все. И в следующем видео мы приступим к сканированию на наличие уязвимостей. Итак, приступим теперь к сканированию на наличие уязвимостей. И вкратце хотел бы немного поговорить о самой программе OpenVAS. OpenVAS включает в себя более 40 тысяч различных скриптов, которые при сканировании проверяют на наличие уязвимости ту или иную службу. И в соответствии с этим программа поддерживает несколько режимов сканирования. После того, как вы запустили браузер, вы сразу же можете приступить к сканированию удаленного хоста. Поэтому у вас имеются сразу две возможности. Первая возможность – вы можете запустить мастер запуска сканирования, где вы укажете только IP-адрес, либо в расширенных настройках вы можете указать способ сканирования. Второй способ – более тонкий. Он предполагает более тонкую настройку самого сканера. То есть вам будет необходимо настроить цели сканирования, то есть это IP-адреса, а также порты TCP или UDP. Также вы можете подготовить определенные скрипты, которые будут необходимы во время сканирования. В чем же заключаются плюсы и минусы обоих методов сканирования? В принципе, в обоих методах используются одни и те же скрипты. Однако в первом случае, если вы воспользуетесь мастером запуска сканирования, то он используется в основном, если у вас один или два, или небольшое количество хостов, которые вы хотите просканировать, и вы хотите просто узнать, имеются ли уязвимости на данном хосте, либо их вообще нет. Что касается второго метода сканирования, то здесь вам немного придется настроить. Дело в том, что перед этим вы уже определили хосты, вы определили, какие порты у них открыты, то есть TCP или UDP, и вы уже знаете, какие службы запущены на этих хостах. И ваша задача заключается в том, чтобы определить, уязвимы ли данные службы или нет. Поэтому вы сразу настраиваете сканер на то, чтобы он сканировал только определенные порты, потому что по умолчанию в первом варианте он будет сканировать абсолютно все порты, все известные порты, то есть их более 65 тысяч. Что касается второго варианта, то здесь вы говорите, что нет, мы будем сканировать только определенные порты и только определенные службы. Таким образом, вы не запускаете абсолютно все сканеры уязвимости, все скрипты, а запускаете только определенную часть и проверяете только определенную часть портов. Таким образом, вы можете ускорить сканирование, потому что сам процесс довольно-таки длительный. Например, на сканирование одного хоста с помощью мастера запуска сканирования вы можете потратить примерно где-то полчаса. Однако учтите, если у вас этих хостов достаточно большое количество, то время, потраченное на сканирование, увеличивается в разы. Поэтому для ускорения процесса сканирования я бы вам рекомендовал второй способ. Итак, что же это за первый способ? Давайте рассмотрим. Для этого мы перейдем во вкладку Scans и выберем Task, что означает задание. Сразу же после этого появляется вот такая вот подсказка, говорящая о том, что если вы хотите запустить сканирование быстро, то вам необходимо нажать вот на эту иконку. И вот она, эта иконка. При наведении мыши здесь как раз появляется меню из трех пунктов. Первый – это Task Wizard, то есть наш мастер запуска сканирования. И второй пункт – это тот же самый мастер, но с более расширенными настройками. Итак, для начала давайте запустим первый пункт. И как вы видите, здесь нам достаточно указать только IP-адрес. Указав IP-адрес, мы нажимаем на кнопку Start Scan, и сканирование у нас начнется. При данном способе, как я вам уже говорил, у вас нет возможности выбрать, какие порты вы будете сканировать, и какой способ сканирования при этом будет использован. Поэтому вы можете воспользоваться более расширенными возможностями. Для этого запускаете Advanced Task Wizard. Здесь вы можете уже указать название, а также способ сканирования. Если вы откроете выпадающий список, то вы увидите все способы сканирования. То есть, как вы видите, Discovery, Full and Fast, Full and Fast Ultimate и так далее. Кроме того, способ сканирования вы можете составить свой собственный. И к этому немного позже. Указывайте IP-адрес. Вы можете начать сканирование сразу, либо назначить время и дату. Итак, это был первый способ. Теперь давайте рассмотрим второй способ. Для второго способа нам понадобится следующая вкладка, которая называется Configuration. И в Configuration нас интересуют в основном вот эти четыре пункта. Для начала давайте рассмотрим самый последний пункт, называется он ScanConfig. Открываем. И вы видите сразу предустановленные методы сканирования. Изменить или удалить вы их не можете. Однако вы можете создать свой собственный. То есть, используя данные методы, сканер определяет уязвимости на удаленной машине. Они представляют из себя следующее. Но если вы посмотрите вправо, то вы видите Familiar, то есть это семейство уязвимостей. И NVTs это тесты. Иначе говоря, возможно, скрипты. Также мы видим и другие методы сканирования. Поэтому, если вы собираетесь просканировать удаленный хост и при этом знаете, какие именно уязвимости вы хотите обнаружить, то вы можете составить свой собственный метод сканирования. Поэтому для этого вам необходимо нажать вот на эту иконку, которая называется New ScanConfig. Нажимаете и называете, ну, например, назовем его Test. Затем укажем Full and Fast. И нажимаем на кнопку Create. Появляется следующее окно. И в этом окне, как вы видите, вы можете настроить, какие тесты вы хотите проводить на удаленном компьютере. Ну, например, как видите, BruteForce Attacks. Если вы хотите его использовать, то оставляйте галочку. И следующее вы видите CISCO. То есть здесь используются тесты, которые позволяют сканировать CISCO оборудование. Если у вас только компьютер, который работает на операционной системе Windows либо Linux, то в данном случае нет необходимости использовать данный тест. Поэтому убираем галочку, и это означает, что 647 тестов были исключены. И таким образом вы можете пролистать весь список. Вы можете оставить то, что вам необходимо, и убрать то, что вам не нужно. Ну, например, Fedora. Если вы собираетесь точно так же сканировать систему Windows, то нет необходимости сканировать, использовать тесты на проверку операционной системы Fedora. Поэтому вы ее тоже можете удалить. Нажимаем на Save. И наш новый метод сканирования добавлен. Мы его можем отредактировать, либо вовсе удалить. Итак, способ сканирования мы определили. Что необходимо сделать далее? Теперь выбираем Credentials. Credentials означает логин или пароль. Для чего нам это необходимо? Ну, если вы собираетесь провести более глубокое сканирование таких служб, как SSH, SNMP, то вам необходимо указать пароль и имя пользователя. И таким образом сканер подключится к удаленной службе, используя данные, логин и пароль, и попробует провести более глубокое сканирование. Вы можете здесь точно так же добавить. Для этого используется иконка с изображением звездочки. Но я не собираюсь пока этого делать, поэтому оставим это пустым. Следующее. Порт-лист. По умолчанию, уже сразу после установки, имеются предустановленные списки портов. Как вы видите, здесь списки портов. И здесь у нас указывается именно количество портов. То есть TCP, где-то 5625. UDP, нулевое количество. И точно так же остальные списки портов. Поэтому, если вы собираетесь просканировать вашу удаленную систему, и уже у вас имеются списки открытых портов, то вы точно так же можете воспользоваться иконкой с изображением звездочки, для того, чтобы добавить свои собственные порты. И таким образом вам не придется сканировать остальные закрытые порты, и при этом тратить на это время. Поэтому нажимаете на звездочку, и допустим назовем его TestPorts. Вы можете вручную указать эти порты. Как видите, формат представлен здесь сразу же. То есть T, двоеточие, и указывается либо список, либо диапазон портов. То есть T означает TCP. Далее, через запятую следует U, что означает UDP. И через двоеточие следует тот же самый список. Либо вы можете воспользоваться файлом, в котором у вас сохранены все открытые порты. Я уже создал специальный список, и он находится у меня на рабочем столе. Вот он, этот список. Сейчас мы попробуем его открыть. Сохраним сначала. И как вы видите, здесь у меня он сохранился. И вы видите количество портов. То есть общее количество у меня 39. То есть для TCP у меня 27, и UDP 12. Как вы видите, существенная разница между остальными портами. То есть таким образом я существенно экономлю время. И давайте теперь взглянем, как мы записываем файл нашей порты. Так, открываем Ports. И мы записываем в таком же формате, который понятен для сканера OpenVAS. То есть мы в столбик записываем T, двоеточие, и номер порта. То есть 22. Т-53, Т-80, Т-111. Что касается UDP, то мы записываем точно так же. То есть U, двоеточие, 53, 68 и так далее. Поэтому закрываем. И переходим снова на наш сканер. Итак, порты у нас настроены. И теперь мы перейдем к настройке наших целей. То есть targets. В качестве цели у нас будут выступать удаленные хосты. То есть хосты, которые мы собираемся просканировать. И снова воспользуемся звездочкой, чтобы добавить эти хосты. И назовем, например, testhosts. Вы можете указать вручную. То есть в данном случае у меня всего лишь два хоста. Я могу вручную их указать. Однако, если у вас имеется большое количество, то вы можете указать и с файла. Ну, например, давайте я укажу с файла. У меня уже подготовлен список. Нажимаем. При желании вы можете настроить следующие параметры. Например, исключить некоторые хосты. Допустим, если вы указываете целую сеть, то из этой сети вы можете исключить некоторые хосты. Далее. Мы с вами уже определили порты. Поэтому здесь мы выбираем порты. Именно тот, который мы с вами настроили. Вот он, testpots. Отлично. Live test означает, что перед тем, как сканер начнет тестировать систему, он определит, является ли она на данный момент доступной. То есть, как вы видите, имеются несколько способов для того, чтобы определить доступность удаленной системы. Либо с помощью ICMP, либо он посылает TCP-запросы. Если это в локальной сети находится, то он посылает ARPA-запросы. Ну и так далее. И если вы помните, мы рассматривали с вами поле credentials. То есть, мы указывали имя и пароль для некоторых служб. Именно вот для этих служб, SSH, SMB, SNMP, используются данные пароли и логины. Поэтому, если вы хотите, вы можете настроить и указать уже при настройке целей сканирования. Итак, на этом все. Я нажимаю на кнопку Create. И вы видите, testhost. У меня имеются два хоста с IP-адресами 44 и 49. Отлично. И теперь снова переходим к вкладке Scans. К вкладке Tasks. Теперь нам необходимо создать задание. Для этого мы нажимаем на иконку с изображением звездочки. И создаем новое задание. Ну, новое задание будет, например, также назовем его Test. Здесь у нас уже указывается, какие хосты мы собираемся сканировать. То есть, мы их создали. Вы можете создать расписание. То есть, по расписанию вы можете начать сканирование. Либо вы можете просканировать лишь один раз. Так. И здесь мы указываем, как вы видите, scanConfig. Здесь мы указываем именно тот метод сканирования, который мы определили в самом начале. То есть, test. Как вы помните, некоторые скрипты мы исключили. Поэтому нажимаем Create. И внизу вы видите, у нас имеется задание, статус новое. И какие действия мы можем совершить. Мы можем его отредактировать, либо мы можем запустить. То есть, если мы нажмем на кнопку Start, то начнется сканирование. И после того, как я нажал на кнопку Start, вы видите статус моего сканирования. То есть, пока выполнено 1%. Итак, сканирование у нас завершено. И для того, чтобы посмотреть результаты, давайте кликнем на следующую ссылку. То есть, на название нашего задания. Если пролистаем немного вниз, то мы увидим, что на сканирование было потрачено 18 минут 12 секунд. И для отображения результатов у нас имеется следующая ссылка. То есть, у нас всего 139 результатов. Давайте взглянем на них. Так, отображается следующая информация. Все уязвимости подразделяются на категории. То есть, это High, категория высокого риска, Medium, среднего риска и Low, категория низкого риска. Больше всего, конечно, нас интересуют High и Medium. То есть, категории высокого и среднего рисков. И здесь вы видите название уязвимости. То есть, DNS Server Detection, обнаружен DNS Server. Также различные службы, уязвимости на этих службах. Также уровень риска. Также здесь могут даваться советы о том, как устранить данную уязвимость. И вы видите IP-адреса. То есть, в большинстве своем это IP-адрес 49, также имеется 44. Поэтому, в принципе, здесь несколько страниц. Однако, если вы хотите отобразить только категории с высоким риском, например, High, вы видите их всего лишь 19, то мы можем кликнуть на следующую ссылку. И у нас отображается список из 19 уязвимостей, которые мы можем с вами просмотреть. Поэтому, если мы кликнем на соответствующую ссылку, мы получим более подробную информацию. Естественно, вас будут интересовать отчеты. Поэтому, для того, чтобы получить отчеты, переходим снова на вкладку Scans. И нас интересуют отчеты, то есть Reports. У нас отображается Report. И нам необходимо выбрать именно дату, когда мы проводили сканирование. Так как у нас одна единственная дата, то нажимаем на нее. И отображается следующий отчет. Он содержит наиболее полную информацию. Здесь вы также видите название уязвимости. Поэтому, перейдя по ссылке, вы можете найти более подробную информацию. Кроме того, вы можете отфильтровать данное отображение. Ну, например, вы видите здесь стрелочку. Поэтому, нажав на эту стрелочку, вы можете, например, выбрать первый пункт. Он отобразит общее количество найденных уязвимостей. И полный отчет. Вы видите, какое количество уязвимостей было найдено в той или иной категории. Теперь попробуем другое. Ну, например, нас интересуют только уязвимости. И вы видите название уязвимостей. А также степень риска. Кроме того, вы можете посмотреть, именно на каких портах были обнаружены уязвимости. Поэтому нажимаем на данную опцию. И вы видите следующие порты. То есть, таким образом, вы можете отфильтровать отображение результатов сканирования. При желании вы можете результат сканирования скачать в различных форматах. Ну, например, если вы откроете следующий список выпадающий, то вы увидите, какое количество форматов поддерживается данным сканером. Поэтому, если вы хотите, вы также можете результат сканирования импортировать в Metasploit и затем уже его использовать. Для Metasploit я бы вам порекомендовал использовать следующий формат NBE. Итак, на этом все. Мы завершили с вами сканирование. И, имея в наличии данную информацию, вы можете также поискать соответствующие эксплойты в Metasploit. А затем уже приступать к осуществлению взлома операционной системы.